Добрый день! Я Екатерина Зернова, Народный мастер Российской Федерации по ручному ткачеству, методист Государственного музея-заповедника Куликово-Поле, филиал Тульские древности. Мы продолжаем серию встречи «От велетина до станка». Как я и обещала, эта встреча будет посвящена историчному плетению дёрганой тесьме. Также мы с вами узнаем, что такое полутканьё, и переместимся из прошлого в настоящее. То есть перейдём от древнерусских технологий к более современным, скажем так. Итак, в прошлый раз мы с вами рассмотрели массу приспособлений для плетения красивых шнуров и поясов. На этот раз мы начнём с замечательного универсального инструмента, с которым мы уже отлично знакомы, это человеческие руки. Плетение, которое я покажу, называется дёрганая тесьма или дергунсы или фингерлуп. Фингерлуп происходит от слов «палец» и «петля». Именно так и происходит это плетение. То есть надеваются петли на пальцы и переплетаются. Какие возможности даёт нам фингерлуп или дёрганая тесьма? Но помимо того, что мы можем сделать очень красивую пёструю тесьму, широкую, или такую, которую можно сложить, например, вдвое, или объёмную квадратную, мы можем сделать даже пояс. Именно так и поступали вплоть до 20 века. Например, я использовала эту технологию, чтобы сделать вот этот вот ремешочек для креативной сумочки. Как видите, фингерлуп позволяет создавать достаточно крупные вещи. Ну и, конечно же, существует достаточно много способов плетения. Мы с вами освоим всего лишь два. Первый и самый простой очень любят младшеклассники. Для этого нам понадобится 4 петли. Лучше всего, если они будут разного цвета. Так, давайте возьмём, конечно же, наш любимый красный цвет. Ну и сочетаем его, допустим, с зелёным. Для того, чтобы видеть лучше, что я делаю, я сделаю эти петельки объёмными. Каждая из них будет из двух нитей состоять. Итак, мы готовим основу для плетения. Я сплету небольшой образец, поэтому приготовила вот такие петельки, не длинные. Ну, можно сплести и гораздо длиннее. Можно сделать даже пояс. Вот, как вы видели, я сделала такую вот ручку для сумки достаточно длинную. А вот как это сделать, я расскажу после того, как вы внимательно посмотрите на этот способ плетения. Я разделила нити по цветам, для того, чтобы вы хорошо видели, как я плету. Но на самом деле можно использовать, например, два цвета. И шнурочек тоже будет выглядеть очень красиво. В этой технике плетения есть две сложности. Первое. Мы должны закрепить нашу основу стационарно. У меня здесь оборудование приготовлено для другого плетения. Но я его использую сейчас для того, чтобы показать, как делается дёрганая тесьма. Итак, я использую оборудование, которое я приготовила для другого вида плетения. Но оно вполне подойдёт для того, чтобы показать, как делается дёрганая тесьма. Если вы будете дома плетить такую тесьму, вы можете использовать, например, подушечку для макраме. Вы можете закрепить булавочкой на мебели и так далее. Каждый здесь находит подходящие для себя варианты. Этот способ плетения очень прост. Всего 4 петли. Учитывая то, что есть варианты, когда мы используем 5 или 7 петель, этот можно считать однозначно простым. Ну и как это мы обычно делаем? Мы учим волшебную формулу, которая позволяет повторять нам простые понятия, которые так важны для школьников. Итак, мы учим очень простые слова. Слева направо, справа налево. Хочу предупредить, что в плетении дёрганой тесьмы используются, как правило, все пальцы, кроме большого. И работают они просто виртуозно, как у пианиста. В данном случае мы будем захватывать ниточки указательными пальцами. Итак, слева направо. Для этого у нас вступает в работу указательный палец правой руки. Он будет брать нижнюю петлю с левой руки. Итак, слева направо. А теперь у нас начинает работать левая рука. И мы перебрасываем петлю справа налево. Дальше, как музыканты, мы перебегаем в наших петелечках и повторяем эту процедуру слева направо, справа налево. Снова перебегаем и освобождаем наши рабочие указательные пальцы. Итак, повторяю еще раз. Волшебная наша формула. Слева направо указательным пальцем правой руки мы берем нижнюю петельку с левой, справа налево указательным пальцем левой руки мы берем петельку с правой. Дальше мы можем двигаться по этому алгоритму очень быстро, если привыкнем. Итак, я уже сказала, что в этом способе плетения есть два недостатка. Первый. Когда мы завершаем переброс петелек, мы разводим руки в стороны и дергаем тесьму, для того, чтобы она была плотнее. И у нас возникает вопрос, а как же можно дергнуть петельки, если, допустим, петельки будут длиной по метру? Это ограничивает нас в длине изделия. Вторая проблема в этой технике, если мы задумаем остановиться, как же нам оставить петельки так, чтобы не запутаться? Мастерицы вырезают из картона ручки с загнутыми пальчиками и оставляют петельки на них. На самом деле, если я начинаю плести такую тесьму, я стараюсь выделить достаточно времени, чтобы закончить работу за один раз. Потому что, если вы оставите работу на полпути, у вас может измениться натяжение. И это, конечно, скажется на качестве работы. Ну вот, наша тесемочка готова. Итак, мы разобрались, как можно оставить плетение и вернуться к нему снова. А что же делать, если нам нужен достаточно длинный образец? Ну, наши предки выходили из ситуации следующим образом. Они плели вдвоем. То есть, один человек перебирал петельки, другой подбивал уточкам готовую работу. Также можно плести в две разные стороны. Так поступила я. То есть, плела сначала половину, затем вторую половину. Переход немножечко виден, но о нем будем знать только мы. Ну, и можно применить еще один способ. Помните, когда я показывала плетение на ромашке, я сказала, что раскрою маленький секрет, как можно удлинить изделие, когда вы плетете на ромашке. Во всех случаях, когда нам нужно увеличить длину нити, мы можем использовать скользящий узел. Этот секрет очень хорошо знали наши предки. Что это такое? То есть, мы можем ту часть нити, которая не является рабочей, закрепить вот таким образом. И, допустим, если мы будем плести на ромашке, то внизу у нас окажутся вот такие узелочки. А затем мы можем их распускать и, соответственно, удлинять нить. Вот такой маленький секрет. Конечно, плести фингерлуп или дерганую тесьму, будем пользоваться русскими словами, достаточно сложно, если создать вот такие узелки. Но вполне возможно, если у вас нет помощников. А сейчас я покажу второй способ, который гораздо сложнее, но является историчным и очень часто использовался. Предлагаю на этот раз перейти к зелено-голубому колориту. Возьмем вот такие нити. Я буду использовать 7 петелек. И потому взяла 7 мотков, для того, чтобы очень хорошо вы видели, каким образом чередуются у нас нити, что из этого получается. Техника дерганой тесьмы использовалась очень активно вплоть до 20 века. Например, для создания гашников на паневы и так далее. В чем ее преимущество? В плотности, в красивой расцветке. Ну и, конечно, как вы могли убедиться, достаточно быстро можно сделать широкий и яркий шнурочек. Итак, мы делаем 7 петелек. К слову сказать, этот же способ можно использовать, если плести из 5 петелек. Алгоритм будет практически таким же. Снова я закрепляю все узелком, который, как правило, впоследствии превращается, конечно же, в кисточку. И разбираю нити по цветам. Как активно использовался этот способ плетения в Тульской губернии? Использовался однозначно. Например, в фондах одного из музеев города Тулы хранится достаточно длинный и красивый пояс. Вот такой же квадратный, как ручка на моей сумочке. В частной коллекции я видела гашник с панёвы, сплетённый именно в этой технике. Так что мы можем быть совершенно уверены, что тульские мастерицы знали и использовали этот способ плетения. Однако он был известен не только здесь, по всей территории России. А также использовался он и в скандинавских странах. Ведь неспроста мы используем наряду с названием «Дёрганая тесьма» название «Фингерлуп». Это означает, что способ плетения знали и англоязычные мастера. Так, на этот раз у нас целых семь цветов, поэтому раскладывать приходится подольше. Итак, вот она наша волшебная радуга. И мы начинаем надевать петельки на пальцы, для того, чтобы сплести тесьму. Этот способ сложнее не только потому, что используется достаточно много нитей, но и потому, что нужно очень хорошо владеть руками, чтобы сплести тесьму. Прямо скажем, что для большинства наших современников составляет достаточно сложную задачу работать активно, например, мизинцами. То есть, по большей части человек использует указательный палец, но, может быть, средний, безымянный мизинец у нас наименее активный палец. А вот те, кто занимается музыкой, справляются с этой задачей очень легко, потому что у них все пальчики очень гармонично развиты. Итак, для того, чтобы сплести тесьму, мы должны мысленно поделить наши ниточки на первый, второй, первый, второй, первый, второй. Как правило, для того, чтобы проще было деткам, я провожу параллель с уроком физкультуры, когда мы стоим в строю и рассчитываемся. Вот они себе должны представить этот строй и рассчитать первый, второй, первый, второй, первый, второй. Неудобнее начинать с левого мизинца. В мизинце у нас здесь самые рабочие пальцы. Итак, мы рассчитали ниточки на первый и второй и начинаем работать. Здесь мы тоже учим волшебную формулу. Под вторую, под вторую, под вторую, за вторую. И вот тут самый сказочный элемент, когда мы должны захватить петельку и протащить ее мизинчиком. Дальше мы опять, как музыканты, перебегаем пальчиками для того, чтобы освободить мизинец. И теперь мы выполняем ту же операцию только левым мизинцем. Под вторую, под вторую, под вторую, за вторую. И дергаем ниточки для того, чтобы тесьма была плотнее. И так повторяем. Под вторую, под вторую, под вторую, за вторую. Это самое сложное. Протащить петельку сквозь все остальные. И снова дергаем, чтобы закрепить. Под вторую, под вторую, под вторую, за вторую. Скажу по секрету вам, что это не единственный алгоритм, который можно использовать. Поскольку именно в этой технике мы можем сделать как тесьму объемную, квадратную, как пояс, так и тесьму плоскую, которая очень удобна, например, для пришивания на платье или рубашку. И вот мы продолжаем плести. Точно ту же волшебную формулу мы бы повторяли, если бы плели из пяти петелек. Итак, вот мы сплели плоскую тесьму. Как я сказала, может быть другой алгоритм для создания объемной квадратной тесьмы. И еще один небольшой недостаток дерганой тесьмы. Если мы плетем и хотим дойти до самого конца, нам не нужна кисть, мы все равно это не сможем сделать. Потому что когда петельки станут очень маленькими, плести будет уже невозможно. Так что в любом случае у нас получится хоть небольшая, но кисточка. Для чего может пригодиться такая тесьма? Из нее получится замечательная ручка для сумочки. Она очень красиво смотрится на одежде. Ей можно декорировать любое изделие декоративное. Кошелечек, косметичку и так далее. И еще мне очень нравится обшивать такой тесьмой одежду. Если, например, мы пришьем по подолу юбки, то подол достаточно долго будет оставаться в хорошем состоянии. Тесьму ведь можно перешить. Итак, мы с вами познакомились с техникой дерганой тесьмы или фингерлуп, которую очень активно использовали со времен Древней Руси вплоть до наших дней. Ну и современные мастера ее не забывают и очень даже любят. А следующая техника, которая называется полутканье. Пора уже нам переходить к качеству. И это будет первым шагом. Как я уже сказала, здесь есть спецоборудование. На самом деле такую рагулю обычно использовали как прялку, но можно ее использовать и для плетения поясов. Я покажу, как можно закрепить на ней основу и плести пояс в технике полутканья. Я приготовила вот такие яркие цвета. И скажу вам, опять же, по секрету, что есть не один способ плетения. Я покажу самый простой, тот, который используется не только в ткачестве, но и в кружевоплетении. Но есть и посложнее, потому что можно изменять алгоритмы. Также и с дерганой тесьмой или фингерлупом. На самом деле можно очень много разных способов найти и узнать, и освоить. Я подготовлю не длинную основу, ведь мы просто делаем образцы и осваиваем с вами технологии. Но в технике полутканья можно делать достаточно длинные пояса. Они были распространены и в южно-русской традиции, и в северно-русской. По-прежнему для того, чтобы было хорошо видно, что я делаю, я готовлю основу для плетения в две ниточки. Какие можно сделать орнаменты в этой технике? Чаще всего встречаются галочки, косые полосы, клеточки. Но могут быть и одноцветные пояса. Они тоже очень интересно выглядят. Они плотные и достаточно мягкие. Почему эту технику называют полутканью? Расскажу об этом, пока готовлю основу. Дело в том, что ткачество – это процесс создания тканей, в котором различаются основа и уток. А в технике полутканья у нас все ниточки работают на равных. Это как будто бы еще плетение, но уже почти ткачество. Итак, для чего использовали рагулю? Если вы увидите где-то название плетения на рагуле, не путайте с вилочкой, это то же самое, что и полутканье. На такую рагулю очень удобно закрепить основу для плетения. И, упелев ее в пояс, допустим, разложить нити по цветам. Вот таким образом поступали мастерицы. И часто так же, как и в технике дерганой тесьмы, они сплетали одну половину в одну сторону, и затем освобождали вторую половину и плели дальше пояс. Ну, а мы с вами, поскольку эта техника существует и в макраме, используем в качестве основы вот эту светлую домоткань, чтобы было очень хорошо видно все ниточки, и вы легко освоили эту технологию. Итак, я раскладываю нити. Они должны быть расположены строго симметрично по цвету. И очень красиво получается, когда мы делаем переход. Например, здесь я делаю переход от насыщенного фиолетового к белому цвету через красные, розовые, и немножечко добавляю желтого для контраста с фиолетовым. Ну, вы здесь можете проявлять свою фантазию безгранично. У нас получается всего лишь 12 рабочих нитей. Но можно и гораздо больше использовать. И 14, и 16. Количество здесь не ограничено. И даже сохранилась старинная фотография, на которой изображено, как мастерица плетет такой пояс с помощью коклюшек, чтобы не запутаться вот в этих рабочих нитях. Действительно, с помощью коклюшек очень удобно на валике разложить нити по цветам. Так. Ну, а мы, я думаю, с 12 цветами, 12 нитями и 6 цветами легко справимся без вспомогательных инструментов. Итак, я разложила нити симметрично. Как видите, у меня идет переход от края к центру, от темного к светлому. И, как это всегда бывает, мы учим волшебную формулу. Этот способ плетения безумно нравится школьникам. К тому же, когда мы делаем такого типа пояс, мы можем раздать, например, половине класса нити для работы. Достаточно толстые и длинные. И они могут их переплетать, двигаясь и, соответственно, расходуя накопившуюся энергию. Итак, формула такая. Когда мы движемся слева, мы повторяем сверху, снизу. И ниточка, соответственно, проходит этим путем. Сверху, снизу, сверху. Запомнить очень легко. Ниточка, которая начинает справа, движется по другому алгоритму. Снизу, сверху, снизу, сверху, снизу, сверху. Для того, чтобы ребята не запутались, мы им говорим, ниточки одного цвета всегда встречаются в серединке. Мы даже можем предложить им пожать руки, когда они встретились посередине. Когда пересеклись ниточки одного цвета, это означает, что один шаг плетения завершен. И мы переходим к следующему. И опять начинаем слева, сверху, снизу, сверху, снизу и сверху. Я плету достаточно свободно, для того, чтобы вам было хорошо видно, каким образом нити переплетаются между собой. Конечно, если вы будете плести пояс, нужно будет затягивать поплотнее, натягивать основу. И мы начинаем двигаться справа, все по тому же алгоритму. Снизу, сверху, снизу, сверху, снизу, сверху. Наш второй шаг завершен. Одноименные нити основы одного цвета встретились посерединке. Каким же образом мастерицы плели это, не используя коклюшки или что-либо другое? Ну, они просто зажимали вот эти вот два рабочих хвостика в руках и аккуратненько переплетали ниточки, проходя именно по этому алгоритму. Сверху, снизу, сверху, снизу, сверху. Наши ниточки перешли в правую руку. А теперь они движутся справа налево. Снизу, сверху, снизу, сверху и снизу, сверху. Одноименные цвета встретились и пересеклись посерединке. Итак, мы прошли полностью через все цвета от фиолетового к белому и снова они пошли в том же порядке. Фиолетовый, красный, охненно-красный, розовый и так далее. Посмотрите, какой красивый переход здесь получается. Мы можем использовать несколько оттенков одного цвета и у нас выйдет замечательный яркий пояс. Итак, мы освоили целых три способа плетения. Поговорили о дерганной тесьме, которая пришла к нам из глубины веков. Поговорили о полутканье, которое остается актуальным и по сей день используется в макромее, кружевоплетении и так далее. Полутканье может быть самым разным, с дополнительной основой, с другими алгоритмами плетения. Мы изучили с вами только один способ. Но если вам он понравился, призываю вас освоить и другие. Ну и теперь, наконец, мы готовимся к переходу к ткачеству. Следующая наша встреча будет посвящена ткачеству на дощечках. Это тоже один из древнейших способов создания текстильных изделий. Древнейший, но и современный. Ведь, сочетая самые разные виды плетения, дерганной тесьмы и ткачества на дощечках, мы можем создавать креативные, современные, интересные изделия.